ну вот он граждане город 24 февраля 21 года на тени насколько они длинны это утро 8 часов 22 минуты на дворе минус 30 на севере области где-то и 40 как рассказываю Кизанская башня наша упала 21 числа три дня назад вот уже остатки доедают пойдем прогуляемся по морозному городу люди ходят от утреннего мороза я на себя на мордничек надел посмотрим снега давно не было снег утрамбовался соответственно тротуары чищены но достаточно скользкий конец февраля рассветы уже начались ранними 6 утра уже зарево рассвета но холодно конечно посмотрим пройдем в сторону цума поворотского поглядим насколько хватит зарядки аккумулятора и чё помрет первым аккумулятор в камере или аккумулятор в стабилизаторе мы уже примерно этим массу там гуляли сейчас немножко изменим направление ну и посмотрим на морозный город вчера пару кварталов прошел от автобусной остановки и дыха космос до теплой работы ноги отстыли через двое штанов вот такие чудеса это было даже не 40 градусов что-то 32 что ли сам не мерил смотрел в интернете но было вообще студенок прогноз пришел что сегодня на 6 градусов теплее чем вчера но все равно 33 или 27 как-то не особо ощущается ладно рукавицы теплые руки не застывают а в легкой попробую оденься так околея что-то так вот так обледеневший снег под ногами аж скрипит но город расчищен ничего не скажешь так как так слева это у нас улица ватслава воровского пересекаем сейчас это будет улица ивана попова вот направо можно попасть в чистые пруды через пикипровод так здесь аккуратно на зеленый идем она пропускает отлично налево там уже дом зона а после нее параллельно воровского будет улица коммуны которая сейчас московская вот это у нас баска воровского 111 впереди слева молокозавод после этой пятиэтажки кафе тут известное сели поели там же бар пьер одно из мест притяжения ночных развлекательных со граждан потом будет пиров вот проект а впереди улица Курикова художника нашего и на самом деле очень сложно очень скользко ботинки теплые ноги не мерзнут но они как я не знаю как подковы лошади совсем твердая подошва очень скользко широкий шаг получается только на чистом асфальте вот обратите внимание даже лусы заиндивели а все равно едет несколько на двух ногах а он на колесах сидит и вот такие вот снова граждане местами он прямо отражается чистый лед спрашивал у меня у одного это скользит нет горят вроде сколько по груду вот по асфальтику можно даже ровно пройти уверенным шагом а здесь дальше начинаешь опять сменить аккуратненько там где теплотрассы близки там даже гонят а 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 сегодня у нас первый рабочий день среда 24 февраля после длительных выходных сколько там три дня по-моему было правда уже рабочий день в основной массы начался и то что мы видим на улицах это либо люди с девяти работают сейчас пол девятого либо это люди не на смене с каким-либо плавающим графиком лесенки почищены сколько она между тем вон степеньки почищены здесь вот в этой коричневой полосе когда потеплее бабушки будут сидеть с зеленью с огурцами с соленьями сейчас сейчас при минус 30 не особо посмешно справа киоск воду покупают недорого но между тем чистую воду покупают кто-то выбирает вариант с фильтром а кому-то вот такая вот артезианская вода вода больше нравится приходят с бутылками 5 литровыми с парочкой суют монетки им вода наливается тащат это все домой и так постоянно я такое не практикую у нас раньше в Корченкино можно было из-под крана воду пить смело причем даже она нравилась а как-то приехав на юга в Анапуле такое на побережье Черного моря так эта вода не понравилась из-под крана запомнил так это мы прибыли на улицу Сурикова там Сурикова а налево налево лебо заводской по асфальту хотя тоже пробую отталкиваться с польска так что машинки тоже летают резко начнешь тормозить летнего сцепления с дорогой не жди слева у нас новый экран где как нам рассказывают ремонтировали телевизоры в прошлый раз мы ушли налево по пребазаводскому отталкиваем прямо в направлении тума смотрим насколько у нас кто сильнее мороз или аккумуляторы город с 64 5-этажка пожилая вот там где снег, там идти удобнее, там как-то подошва впивается в снег, и сцепление то лучше, а вот здесь вот по этому накатанному, натоптанному, как по льду ведь натурально идешь. Еле-еле, но более-менее уверенно, главное шишки не особо широкие делать, широкий шаг мы практикуем в случае, если аспальт чистый или плитка, а так, если расслабишься, можно и в травму загреметь только так. В идеале хорошо вот по бровке ходить, но она тут линза и вся, тут вот колея тоже, смотришь, где по горизонтальнее, встанешь на горку и поедешь, куда тебе не надо. Вот, здесь по шире шаг получается. Там впереди виднеется дом печати, нет, дом печати у нас на Московской, на коммунике, а это у нас просто печать. Большой магазин периодических изданий. Это, кстати, библиотека имени Кайдара Аркадия Петровича, дедушки нашего шмокающего егения с 90-х. А за ней будет дом обуви. Это, соответственно, мы уже к улице Пугачева подходим. А нет, стоп, отставить, Пугачева была сзади. Это у нас улица Чапаева Василия Ивановича. Так вот сейчас расслабленно идешь и замечаешь, что оказывается в горку тащимся, а на машине несешься, когда это естественно незаметно. Ну так вот горы снега не особо грандиозные на вид. Может здесь, конечно, его вывозили. А так местами-то, конечно, выше машины ведь бывало. О, как бы здесь не грохнуться еще. Пойдем дальше. Светило бы солнце, вся бы поверхность тротуара, я думаю, блестело бы. Санкции здесь нет. Ну вот, распечать прошли. Следующий кругляк справа, это у нас дом обуви. Перед пятиэтажкой вот этой вот крыжей строения. Туда направо можно в вокзал уехать железнодорожному. Прямо у нас будет билармония. Так, что-то нас как будто даже пропускают. Слышали, как стартует? Пробуксовкой. Степами по асфальту. А иначе без вариантов. Кофеем при минус 30-ти никто не интересуется. Медовник, рабочий день. Попожжа, хорошо спят. Тут вот столовая Ивушка. В зеленых тонах оформления. Столовая, там же кулинария. Известное старейшее заведение. Пользуется спросом. В целом случае раньше, не знаю как сейчас. Необходимости нет, давно меня там не было. Вон люди ходят. Даже работает уже. Девяти нету. Так, следующий перекресток у нас улица Максима Бойкова. Светофорное регулирование. Движемся к нему. Справа кварталы живые. Все пятиэтажки. Девятиэтажные. Здесь изредка из новостроя. Из новодела. А так старые хрущевки в основном. На красной линии, как обычно. Магазинов там налетели. Ну, идти напряжно, конечно. Как покатку эти дешки. Бог бы с ним, с этим пятком. Он же не горизонтален. Нет. Довольно опасно. Если травма переполнена, тогда объяснение примерно есть. В чем там дело. Чуть-чуть расслабился. Я уже пошел неосторожно. Принимаю проблемы. Маршруток в городе Кирове, если и есть, то минимум. В основном либо пазики, либо не пасы. Достаточно такие вместительные, чтобы сухой. Проезд на сей момент 26 рублей за один билет. В декабре имел честь оказаться на Алтае в городе Барнауле. Проезд там был 23, по-моему, рубля. В общем, дешевле, чем здесь. Прокатился в трамвае. А стоял тоже холод достаточно серьезный. Ну, не тридцатка, там что-то. Галка 14 было. Трамваи очень теплые. Всех вопросов не было. Молодцы. Если окажешься в Барнауле, в общественном транспорте ты хотя бы не околеешь. За что спасибо организации. Так, вот у нас улица Горького. В девичестве Алексей Мартимович Пешпорт, если не ошибаюсь. Там налево джимол, а направо у нас будет железнодорожный вокзал. А впереди еще и автовокзал. А впереди у нас ЦУМ. Слева по диагонали через дорогу он уже через деревья виднеется. Напротив ЦУМа у нас, соответственно, кинотеатр Колизей. Перестроечный долгострой, который что-то долго и нудно колупали-колупали. Где-то в 80-е или в 90-е или допустили наконец. Перед ЦУМом, вот это вот первое здание после стадиона, это у нас Ленинская администрация. Территориальное управление района. Дальше торговый центр Цветовский. Тайм, отстроенный когда-то достаточно недавно. Не было его тут. Потом парковка ЦУМа и сам центральный универсальный магазин. Ну а после него уже будет Октябрьский проспект. Бывшая деревенская улица Глазишная. Ой-ой-ой, что ты? Что ты, помер? Все. Камера снимает. Так. Ну что? Все. Все. Мороз оказался сильнее. Ну вот и сравните теперь. Пойду поснимаю с руки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Только добрались до солнца и стаб помер. Вот он наш Колизей. Что называется, почувствуйте разницу. Сейчас стабилизатор не работает. Я снимаю чисто с руки. ЦУМ. Тваровская, 77. Ну, Пайм, наверное, 79. А вот в этой пятиэтажке раньше располагалась контора строительно-монтажного управления номер 6, которая занималась постройкой Кировской диорамы. Это здание Кировсоцбанка, который в итоге стал Росбанком на пересечении Воровского и Производственной. Вот здесь вот, в этом крыльце, как сейчас помню, платили они в 1994 году копейки. Можно было, конечно, опыт получить в строительных специальностях, но не задержался я у них. Между тем, память осталась хорошая о людях и о том, что мы там строили. Как сейчас помню, в 1994 году, 6, по-моему, июня снег выпал. Вроде уж июнь, тепло должно быть. А с утра такой снег лежал, мы как раз этот Кировсоцбанк строили. Нынешний Росбанк, который продается. К обеду это все потекло. Ну что, лето в конце концов, солнце-то свою роль сыграло. И вся Воровского, она там как раз такая наклонная, потекла. Да, было забавно. Сейчас дойдем хотя бы с Золтябрьского проспекта и прекратим начать камеру. Ой-ой-ой. Что-то провода провисли. Раньше здесь, кстати, тумба стояла. Афиши театральные и так далее. Искладные всякие исполнители упрали. Ну и все, вот у нас, смотрите-ка. Скажите, блестит ведь прямо, натурально блестит. Туда гостиница Вятка. Детский мир. Дом радио бывший. Вокзал железнодорожный. Там же Ново-Вятск, это у нас южное направление. А на север, если посмотреть, в какую роль Скилов стоит. Там тут Вармония. Так, кстати, зеленый еще горит. А уже не горит. Скандальзия. Время. 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 Аллея вот здесь, потоки встречные разделены, аллея продолжается до АДНТ, до профсоюзной, до танка. После танка Актеровский проспект уже соединяется, там уже это единая дорожка, все зеленые пошли. Ну и иду вот по асфальту, по проезжей части, все равно скользко. Не особо комфортно. Сейчас люди посмотрят, как идут нормально, не заморачиваются. Скользко все равно даже на асфальте. Видно слой льда посетит. На памяти еще в старом дизайне, когда не было вот этой пристройки стеклянной. А ремонт был в 2013 году где-то сделан, не так давно. там виднеется колесо обозрения, за ним парк Кирова. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...